Я хочу показать вам еще одно свойство комплексных чисел. Как я уже говорил, мнимая единица g при возведении в квадрат дает минус единицу. И в этом видеоролике я хочу продемонстрировать, что произойдет, если некое число несколько раз умножить на g. Мы увидим очень важное свойство мнимой единицы. Давайте рассмотрим степени g, и я буду отмечать их на комплексной плоскости. По горизонтали мы откладываем вещественную часть комплексного числа, а по вертикали — мнимую. Итак, начнем мы с нулевой степени g. Любое число при возведении в нулевую степень дает единицу. g в нулевой степени равно единице. На комплексной плоскости это будет вот эта точка. У нее есть только вещественная часть, и нет мнимой, поэтому она лежит на вещественной оси. Дальше давайте рассмотрим g в первой степени. Это произведение из одного множителя, g, то есть просто g. Это мнимая единица, значит, она будет лежать на мнимой оси. У мнимой единицы нет вещественной части. Продолжим. Чему равно g в квадрате? Как я написал выше, g в квадрате — это минус единица. Где будет лежать минус единица на комплексной плоскости? У этого числа нет мнимой части, значит, она будет лежать на вещественной оси. Дальше. Чему равно g в кубе? g в третьей степени — это g в квадрате умножить на g. g в квадрате — это минус единица. А g в первой степени — это просто g. Таким образом, получается минус g. Это число лежит на мнимой оси ниже нуля. Вот эта точка. Минус g. Мы рассмотрели четыре степени. Давайте рассмотрим еще парочку. Чему равно g в четвертой степени? Это g в квадрате умножить на g в квадрате. g в квадрате у нас встречалось выше. Это минус единица. Получается минус единица умножить на минус единицу, то есть просто один. Эту точку мы уже отметили. Вот она у нас. Рассмотрим теперь g в пятой степени. Это равно g в четвертой умножить на g. g в четвертой — это единица. Получается просто g. Эта точка у нас тоже отмечена. Как видите, вырисовывается закономерность 1, g, минус 1, минус g, дальше снова 1, g, и дальше опять будет минус 1 и минус g, и так далее. Если отметить комплексные числа не просто точками, а векторами, тогда умножение на g соответствует повороту вектора на 90 градусов. Я умножил 1 на g, получил g, g в квадрате равно минус 1, то есть мы умножили предыдущее число на g, и получили вот такой вектор, он снова повернулся на 90 градусов. Дальше я снова умножил предыдущий результат на g, и вектор снова повернулся на 90 градусов, и затем еще один поворот на 90 градусов. И это ключевое свойство мнимой единицы. Умножение на g поворачивает вектор на комплексной плоскости на 90 градусов. Любое комплексное число при умножении на мнимую единицу поворачивает его на 90 градусов. Это очень важное свойство, которое пригодится нам в электротехнике. И напоследок я хочу рассмотреть отрицательные степени g. Чему равно g в минус первой степени? g в минус первой степени — это единица, деленная на g. Мы можем умножить эту дробь на g, деленная на g. Если мы делим число на само себя, то получается единица, а значит, такое умножение никак не повлияет на результат. В числителе получится g, а в знаменателе g умножить на g, то есть g в квадрате. Что такое g в квадрате? Я записал в самом начале. g в квадрате дает минус единицу. Получается, g разделить на минус единицу — это равно минус g. Таким образом, если мы видим дробь, у которой g в знаменателе, то мы можем перенести g в числитель и поставить перед дробью минус, то есть g в минус первой степени равно минус g. Это свойство нам также пригодится в дальнейших вычислениях. Итак, я кратко рассказал вам о комплексных числах. И если вы впервые сталкиваетесь с ними, рекомендую посмотреть наш отдельный курс, посвященный комплексным числам. А если вы с ними знакомы, тогда я просто напомнил вам основные понятия и свойства, которые помогут нам в дальнейшем. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Продолжение следует...